У Гомельской области протягивается работа по интеграции БелАЭС в энергосистему Краины. Так, в Рогачевской котельне зараз усталевываются два электрокотлы, баки-аккумуляторы и иншие обсталевания. За модернизацией объекта назирала Ганна Коральчук. Рогачевская котельня была побудована еще в 80-е годы, минулого 100-го года и належала бойному промысловому предприемству «Деопроектор», якой в советские часы занималась выпуском военной продукции. У 2001-м объект перешел в майом из Жлобинских электричных сеток «Руб Гомель Энерго». Уже тогда распочалась поступовая реконструкция объекта. Зараз Рогачевская котельня отпускается плот для системы тепления, вентиляции и горячего водозабеспечения ЖХРУ предприемству райцентра. Паровые водогрейные котлы працуют на газоподобном палеве. Интеграция с БелАЭС в будущем дозволит скорость и споживание импортного природного газа. Здесь устанавливаются два электрических котла мощностью по 20 мегаватт. Мы уйдем от газа частично, будем задействовать свою электроэнергию, которая будет вырабатываться уже в Беларуси. И усовершенствуется оборудование, автоматизация. Я думаю, что будет более достойно обеспеченный теплом и водоснабжением город Рогачев. Новая система дозволит зарегулировать минимальную нагрузку энергосистемы после запуска БелАЭС. За лишняя тепловая энергия в ночный час будет назапашиваться в баках аккумуляторах горячей воды. Аудзённые отпускаются с поживцам. Это так само знизить экологичную нагрузку за кошт скорочения выкида в атмосферу. Проект модернизации Рогачевской котельни распрацевали в минулом годе. В удовництву и делают две смены. На пляцовках одночасово працует коля 100 человек. Зарастут у столевой два баки аккумулятора диаметром 19 и вышинёй 12 метров. Параллельно идея реконструкция будинка. Рыхтуют пляцовки для обслуговывания электрокотлов и демонтаж электрообстолевания и уладкования операторской. Это реконструкция, то есть старое здание. Здесь очень много проблем. Поэтому РУБ БелТИ, как генеральный проектировщик, пошёл навстречу. У нас уже порядка двух месяцев на площадке постоянный представитель авторского надзора. Что существенно нам облегчает жизнь. То есть все вопросы решаются на месте. Для Рогачёва это небольшой город. И вот это оборудование, которое идёт, уже цифровые, защиты, всё это. Это для персонала котельной, значит, это рост. Завершить модернизацию планують у вересня 2020 года. Рогачёвская котельня станет третьим объектом с электрокотлами на Гомельщине после АЦЦ-2 и Черниговской котельни в областном центре. Гана Коральчук, Игорь Марышченко, Телерадо, компания Гомель, Заргачёва.